Суровое мартовское море. Пенистые волны накатывают на берег. В морских глубинах много тайн. Одна из них – затонувший пароход «Фабрициус». Иностранец «Фабрициус» прибыл к нам из Англии, блестя отшлифованными боками в 1903 году. В ночь с 1 на 2 марта 1942 года «Фабрициус» перевозил на своем борту солдат продовольствия и технику из Новороссийска в Камыш-Бурун. В четырех милях от мыса Большой Утриш пароход был торпедирован. Произошел взрыв, в результате которого погибли сразу пять членов экипажа. За считанные секунды пароход погрузился под воду по самую палубу. Ценный груз помог доставить проходящий мимо теплоход. А вот члены экипажа остались на погруженном в воду судне сражаться за победу. 152 дня вели огонь по торпедоносцам и бомбардировщикам противника. На землю члены команды героического парохода были доставлены только в конце июля. «Фабрициус» затонул. Маяк хорошо видно с моря. Со всех сторон пронзительно вглядываются вдаль погибшие моряки. Они не пропустили врагов. Они научились покорять стихию. У подножия маяка в братской могиле похоронены погибшие при взрыве члены экипажа – Ломоносов, Витман, Миронов, Рысев и Чистяков. Сегодня Большой Утриш – популярное и очень красивое место отдыха. Но о подвиге моряков со временем забывают. Так быть не должно. Память погибших героев достойна цветов, венков и склоненных голов не только в День Победы, но всегда. Сегодня о подвиге отважного экипажа парохода помнят разве что яхты, покачивающиеся в бухте. Море шепчет им о том, какая тайна лежит на морском дне.